Социальные проекты, патриотизм и массовый спорт. Эти важные для региона направления обсудили члены молодежного совета Химок с главой города Олегом Шаховым. Участники встречи подвели итоги работы за июль и рассказали о планах на август. Был проведен футбольный турнир спортивно-дворовых сообществ и соревнования по кикеру. Представители общественных организаций позаботились о чистоте Химок и приняли участие в общегородских субботниках, а также молодое поколение проявило себя и на Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2013» в смене молодежь в ЖКХ. Действительно видно, что город живет, а ребята не сидят на месте. Это и патрули, которые они проводят, это и участие в мероприятиях, это и посещение детских домов, и работа с трудными подростками. Совет активно занимается социальной работой. Для лечения больной химчанки Насти Афеновой уже удалось собрать 2 миллиона 600 тысяч рублей. Осталось найти еще 400 тысяч. Тогда девочка сможет пройти реабилитацию в Словакии и Германии. Особое внимание совет уделяет военно-патриотическому воспитанию. Уже на этих выходных мы делаем большую военно-патриотическую игру, боевая готовность. Это один день со спецназом, на базе спецназа. Я уверен, что отличные, яркие, интересные команды у нас там по итогам дня сложатся. В августе химчан ожидают массовые футбольные турниры, соревнования по пейнболу и другие интересные события. Завершилась встреча импровизированной акции в поддержку подмосковной святыни. Глава города и участники молодежного совета отправили СМС-сообщение на конкурс «Россия-10» за Коломенский Кремль, который по-прежнему занимает лидирующее место в голосовании.